МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И мы сразу же откроем несколько мест из Библии. Начнем первое послание Петра, 4 глава, 10 стиха. Моя тема сегодня будет называться «Не занижай возможности, данные тебе Богом». Не занижай те возможности, которые Бог тебе дал. Не занижай ту силу, которую Бог тебе доверил. Знаете, иногда у нас есть что-то. Мы можем послужить Богу какими-то возможностями, даже своим домом. Но мы занижаем, да? Мы как бы сужаем. И Господь дал мне это слово вчера. 1 Петра, 4 глава, 10 стиха. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Иногда мы смотрим на кого-то от другого, и даже бывает, что мы завидуем чьим-то дарам. И мы сравниваем себя с кем-то. Но Библия говорит, служи те друг другу, каждый, скажи каждый, видите, каждый, тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Как добрые домостроители различной благодати или многоразличной благодати Божьей. Смотрите, говорит ли кто, говорит как слова Божьи, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. И еще одно место прочитаем. Это Евангелие от Луки, 19-я глава, с 30-го стиха. 19-я глава или 10-я глава, сейчас мы найдем. 19-я глава, думаю, с 30-го стиха. 10-я, наверное. Да, 10-я, с 30-го стиха. На это сказал Иисус. Плюс некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, которые сняли с его одежду, изранили его и ушли, оставив его одним, едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит был на том месте. Подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, жалился и подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил его на своего осла, привез его в гостиницу, позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если и сдержишь, то более. Я, когда возвращусь, отдам тебе. Итак, первое местописание, которое мы прочитали. «Служи по силе, какую дает тебе Бог». У каждого своя сила, у каждого свои способности, у каждого свой характер, черты характера, какие-то сильные стороны. Иногда мы думаем, что такое сила Божья. Ну, сила Божья – это, наверное, когда я молюсь и какие-то проявления. Сила Божья – это всего лишь одна из граней Божьей силы. Божья сила многоразлична. Это возможности и пределы, которые дает нам Бог. У каждого есть что-то, чем мы можем служить Богу. Иногда мы можем задавать вопрос, а зачем служить Богу? Я же простой человек, я ничего не значущий человек. Ну, чем я могу послужить этому великому Богу? Наше служение проявляет невидимого Бога. Когда мы что-то делаем для людей, когда мы что-то делаем для ближнего, когда мы служим Богу, невидимый Бог становится видимым. Он проявляет себя через наше служение. И вот мы прочитали притчу про Саварянина. Смотрите, человек шел из Иерихона, из Иерусалима в Иерихон. Ну, вообще, это как образ. Иерусалим – это образ церкви, Иерихон – это образ мира. Может быть, человек устал, и он даже уже ушел от Бога. И вот на пути встретились разбойники. И кажется, ну, сам виноват, что-то я в этот Иерихон пошел. Но, тем не менее, когда его изранили, когда он лежал, он молился, «Господь, помоги мне!» Как Господь может помочь кому-то, если не через тебя? Ну, смотрите, идет священник. Да, вроде бы по должности он служитель, но реально он не служит Богу. И смотрите, мы сами можем ограничивать те возможности, которые Бог нам дает. Сделать вид, что я не заметил нужду. Ну, правильно же? То есть он просто прошел мимо. И я знаю, что сегодня очень много христиан живут так, как будто они не видят нужду, как будто они не слышат об этой нужде. Они постоянно живут наперекор своей совести, своим побуждением от Бога. А потом это притупляется, потом приходит привычка. Они сами ограничивают, они говорят, «Я могу только вот здесь, где мне удобно». И вот этот священник, он сделал вид, что он вообще не заметил. Левит, он посчитал, что то, что он как бы посмотрит, может быть, небольшое внимание он уделил. Этого достаточно. Как вы думаете, у священника и у Левита было больше возможностей помочь? Было. Но они себя ограничили. И вот теперь этот израненный человек, он чувствует прикосновение чьего-то. Бог проявляет себя через этого самарянина, который подошел, обнял его, перевязал его. И вот теперь вопрос. Где самарянину надо остановиться на этой помощи? Достаточно ли просто перевязать, возливая илья и вино? Мы можем ограничить те возможности, которые Бог нам дает. Я просто не знаю, насколько вы понимаете сейчас меня. Видите, даже самарянин, кажется, ну я же помог, перевязал же, ну может быть, хватит уже. И мы говорим, Господь, да, послужу тебе. Вот, часик тебе уделю. Может быть, для кого-то час это очень много. Но если у тебя есть возможность больше сделать, не ограничивай Божью силу, не ограничивай Божьи возможности, которые Он тебе дал. И вот теперь, смотрите, Он не просто перевязал, Он посадил его на сла, привез в гостиницу, и кажется, может уже достаточно? Нет, Он еще дает вагинария, позаботься о нем. И теперь Он идет еще дальше. Если что, и сдержишь больше. Я покрою эти расходы. Практически Он высвободил все возможности, которые у Него были. Но я хочу заострить ваше внимание, что в любой момент Он мог ограничить эти возможности. Сказать, вот до этой линии и хватит. Привез в гостиницу, хватит. Зачем еще два динария давать? А Библия что говорит? Служи по силе, которую дает тебе Бог. Бог что-то тебе дал. И мы можем сказать, достаточно с меня, я достаточно помог, я достаточно сделал, я достаточно послужил. Евангелие от Марка, 14 главу, посмотрим 6 и 8 стих. Евангелие от Марка, 14 глава, 6 и 8 стих. Иисус подлежит в доме фарисея и приходит женщина, которая разбила алавастровый сосуд с миром, с драгоценным миром. И она помазала голову Иисусу. Опять-таки, смотрите, вы знаете, что это миро стоило 300 динариев. А один динарий, это была дневная плата работника. То есть, это было, оно стоило столько, сколько человек зарабатывал денег за 300 дней. Это был драгоценный мир. Если вы знаете, что в Израиле девушки собирали это драгоценное миро на день свадьбы. И вот у нее, она думает, чем я могу послужить Иисусу? Она же могла просто взять простое оливковое масло. А в другом месте, там ноги умыла Иисусу, могла просто водой. Понимаете, мы можем вот эти рамки снижать. Бог нам дает возможность. У нас есть возможность. Реальная возможность. Но мы снижаем. Но она не снизила. И смотрите, вот просто два слова, которые Иисус сказал. Четвертый стих. А точнее, это люди так мыслили вот в четвертом стихе, что к чему это трата? К чему это расточительство? Иисусу и так пойдет. Но вот Иисус говорит, шестой стих. Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. То есть, первая мысль. Она для меня, Иисус говорит, сделала доброе дело. И шестой стих. Точнее, восьмой стих. Она сделала, что могла. Она сделала доброе дело. И она сделала то, что она могла сделать. Служите по силе, которую дает Бог. Служите по возможностям, которые дает Бог. Она сделала то, что она могла сделать. Бог не требует от нас сверх сил. Он требует от нас или просит, или ожидает то, что мы можем реально сделать. Кто понимает, о чем я говорю? Иногда мы останавливаемся на полпути. Мы можем сделать еще. Мы можем сделать лучше. Но мы говорим, так сойдет. Так достаточно. И не происходит чудес. И не высвобождается благодать. И мы ограничиваем ту силу и те возможности, и те способности, которые Бог дал нам. И знаете, самое, наверное, неприятное, что слышать, когда люди говорят, для церкви так сойдет. Нет. Для Иисуса самое лучшее. Если ты можешь, но ты не делаешь, или если ты можешь, но ты считаешь, так сойдет, уже, слава Богу. Но чудес не происходит тогда. Поэтому, смотрите, у меня будет несколько мыслей. Первая мысль такая, служи Богу и делай то, что ты можешь. Видите, этой женщине пришла мысль, желание, я хочу послужить Иисусу. Иисус говорит, она сделала то, что она могла. И вот смотрите, как Иисус оценивает, потому что человеческая оценка и божественная оценка, она разная. Давайте Евангелие от Луки 21 главу посмотрим с первого стиха. Взглянув же он увидел богатых, клавших дары своей в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела, или все, что могла. И вот интересно, смотрите, по-человечески кажется, богатые люди, и иногда мы думаем, что кто-то как бы снизошел помочь что-то кому-то, потрудиться в церкви снизошел, знаете, удивил какое-то время, час за полгода, или что-то еще в этом роде. Понимаете? Я как образно говорю. И мы думаем, ну, слава Богу. А кто-то он всего лишь пять минут, но может быть он там вырвался, и для Иисуса вот этих пять минут важнее, чем тот час, когда человек мог, и Господь же знает, люди не знают, Бог знает наши возможности, и Бог знает, что ты мог больше. Реально мог. А почему ты мог? Потому что Бог тебе дал эту благодать, Бог тебе дал эту возможность, Бог тебе дал такую работу, когда ты можешь помочь. Бог дал тебе такую возможность. Бог сделал тебе эти возможности. И вот смотрите, вот почему вот эти богатые люди вроде бы много ложили, но Иисус знал их возможности. И Он говорит, вы сами ограничили, вы бы не обеднели, ты бы не ослабел, если бы потрудился для Бога больше. Нет, не ослабел бы. И вот эти богатые люди сами ограничили те возможности, которые они имели. А вот эта бедная женщина принесла то, что могла, и я думаю, что даже Господь и не требовал от нее этого. Но вот так же, как женщина с лавастром, сосудом мира, которая сделала то, что могла. Иисус говорит, доброе дело сделала для меня, сделала то, что могла. Вот эта бедная женщина, она принесет две лепки. И кто-то стоит и смотрит, и говорит, ну, несерьезно, вообще несерьезно просто. Толк от ее двух лепки. Но сидит Иисус и смотрит. И Его не восхищает те люди, которые принесли вроде бы в глазах людей больше, но Господь знает их возможностей, знает их способности, знает, сколько у них свободного времени. Все Иисус это знает. И Он говорит, меня это не восхищает. Это для меня ничто. Вот эта женщина две лепки принесла. Я знаю ее состояние, я знаю, сколько у нее там. И вот она меня восхищает. А про женщину с лавастром, сосудом, что Он сказал? В целом мире, где только не будет проповедана Евангелие, будет сказано о ней, то, что она сделала. Как Иисуса это восхитило. Поэтому вот первая мысль сегодня служи Богу или делай то, что ты можешь. Бог не требует от нас то, что мы не можем. Он говорит, сделай то, что ты можешь. И читаем Библию, изучая Слово Божье, мы видим, люди делали то, что они могли. Закей из маленького роста залез на дерево, пригласил Иисуса в дом. Его вся жизнь поменялась. Он мог это сделать. Номер два. Когда мы делаем то, что мы можем, происходят чудеса. чудо происходит тогда, когда мы делаем то, что мы можем сделать. Господь сказал Гедеону, иди с этой силой, которую ты имеешь. где чудеса, чудеса не исчезли. Просто мы стоим в стороне от чудес очень часто. 3-я царь, 17-я глава, прочитаем с 9-го стиха. И было слово к нему, к Ильи Господне, «Встань и пойди в старепту Ситовскую и оставайся там. Я повелел там женщине вдове кормить тебя». И вот, знаете, вопрос такой, справедливо ли это? Мужик здоровый, взрослый, пророк. И Господь говорит, «Я повелел вдове тебя кормить». Понимаете, по-человечески, как-то вообще, да? Это ты должен кормить ее. И те логика человеческая всегда с логикой Божьей. Потому что не проблема, пророке Ильи, вы знаете, что до этого его кормили вороны. Богу не проблема прокормить Илью. Бога, Богу проблема прокормить эту вдову. И дело не в том, что вдова должна помочь Ильи, а Бог хочет помочь вдове. А мы иногда, ну как это? Вдова, которой надо помогать, она теперь должна накормить этого мужика. Чего это вообще? Как-то несправедливо. Илью Богу может прокормить и через воронов, и другими путями. Не проблема. Но проблема, чтобы вдова, которая расстроенная, которая молится и говорит, «Господь, я хочу, чтобы ты помог мне во время голода». Господь говорит, «Хорошо, сделай то, что ты можешь сделать. А что я могу сделать? У меня там осталось совсем немного масла, совсем немного муки. Неужели я могу служить по силе, какую я тебе дам? А какая у меня сила? А вот это маленькие твои возможности. Это все, что ты можешь. Я знаю твои возможности. И сделай то, что ты можешь. Чтобы пришло чудо. И знаете, это не проповедь пастора Ильи, который придумал здесь что-то. Вообще-то мы читаем это в Библии, правда? Это мы читаем в Библии. Я бы, если бы я вообще, ну, как говорится, мог, ну, пусть Господь меня спросил за это, как-то эти, режиссировать такие ситуации, я бы, конечно, не осмелился, чтобы вдова кормила Илью. Мне это неловко было бы даже. Ну, почему-то Бог не грузится этими вещами. Кажется, ты что-то дал, а Господь говорит, дай еще. Господь, ну, я же дал. Господь говорит, ты ничего не дал. И вот интересно, что, смотрите, он говорит, я повелел там женщине вдове кормить тебя. Ну, вот, что интересно бывает, что Господь нам что-то повелевает, а мы об этом и не в курсе дела. Потому что, когда он пришел к вдове туда, и она говорит, вот у нас тут мало осталось, мы с этим сыном, и это последнее. Он говорит, хорошо, сделай, но вначале мне лепешку сделай. Она говорит, ну, как я тебе сделаю лепешку? То есть, она или не услышала, что Бог ей сказал, или еще что-то. Но, смотрите, Илья говорит ей, не бойся. Вот страх удерживает нас от служения в Божьей силе. Страх. Мы боимся. Как это я откроюсь так сильно? Как это я послужу? Вот этот самарин мог думать, но, может быть, достаточно? Я же уже что-то сделал. И как важно, знаете, вот где прерывается чудо, когда мы не доделываем до конца то, что нам Бог сказал. Ведь, я не хочу кого-то напугать, не обязательно Бог говорит что-то трудное. И суть не в том, что что-то трудное или сложное сделать, а суть в том, чтобы до конца сделать то, что Бог сказал. Потому что, если ты прерываешь цепочку эту, чудо не происходит. Немножечко поменял. Это то же самое, как вот электрический кабель ты ложишь к резетке, да, и вроде бы уже много. Немножко там, на полметра я не доведу, ну и все, и нет тока. Бог говорит людям. Но многие люди, они хотят частично повиноваться, частично перестроить то, что Бог им сказал, не доведя и не в точности и поменяя, меняя на пути, приспосабливаясь к личному удобству, и тогда чудо не происходит. И поэтому он говорит ей, не бойся. Братья и сестры, хочу сказать вам одну вещь. Чудо никогда не произойдет, если вы служите человека. Если вы думаете, ну надо что-то сделать, пастор же говорит, вообще забудьте, что я говорю. Только то, что вам Бог говорит. Будьте уверены, если вы делаете, что вам Бог, потому что если вы делаете, потому что какой-то человек вам сказал, потом вы разочаровываетесь. Но именно суть в чем? Если тебе сказал Бог, если тебе Бог не говорил, не делай, но если тебе Бог сказал, если ты точно знаешь, что тебе Бог сказал, сделай так, как Он тебе сказал, доведи до конца, не будет чудо, если ты на полпути остановился. Наполовину ты себя посвятил, только наполовину. Сделай до конца это. И Он говорит ей, не бойся, ибо так говорит Господь. Пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для Меня и принеси Мне, а для себя и для сына своего сделаешь после. Опять-таки, видите, да? Для меня сделай в первую очередь, а для сына своего сделаешь после. Звучит абсолютно негуманно. А сегодня, знаете, в мире господство гуманизма. И кажется, как это так? Сделай для Меня, а потом для себя сделаешь, если там что останется. Я буду сын. Вот так это могло звучать. Соседи там смотрели и думали, что кто это пришел вообще? А что Иисус говорит? Много было вдов голодных в Израиле, в одни Ильи, но только в вдове из Сарепты Сидонской был послал Илья. Только она была способна повиноваться. И сегодня, знаете, мы можем слушать проповедь. И кажется, что ничего не происходит. А какой малый процент? Иисус говорит, было много вдов в Израиле, в одни Ильи, но только в вдове из Сарепты Сидонской был послал Илья. Много было прокаженных в Израиле в одни Елисея, но только не иман сириянин исцелился. Какой малый процент тех, кто верит? Какой малый процент тех, кто откроет сердце? Какой малый процент к тем, кто прислушается? И примерно в церквях, когда проповедуется слово, всего лишь один или два человека открывают свое сердце для того, чтобы услышать. Поэтому в этом все нормально. притча о сеятеле одна четверть принесла плод. Три четверти ничего не принесло, потому что не способны были, они забывали то, о чем им Господь говорит. Они не слушали. И он говорит, что не убудет, не убудет. Не убудет. И написано, сделала так, как сказал Илья, «И кормилась она, и он, и дом ее». несколько времени мука в катке не истощалась, и масла в кувшине не убывала, по слову Господа, который он изрек через Илью. не убывала масла, не убывала мука. Мы все хотим чудес. Мы все стремимся за чудесами. Но как много людей сегодня могут поверить Богу? Четвертая царь, четыре глава. Четвертая глава, я все говорю о том, что если мы делаем то, что мы можем, происходят чудеса. С первого стиха, «Одна из жен, сынов пророческих, опять-таки вдова, с воплем говорила Елисей, раб твой, мой муж умер. Ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». Ну, то есть, долг на ней нечем отдать. И взаимодавец говорит, «Я забираю детей твоих, они будут моими рабами, пока не отработают то, что ты должна». Видите, нам иногда кажется, что есть такие ситуации, где Богу трудно помочь. Представьте, как ей было, когда такой долг. Но сделай то, что ты можешь, и придет чудо. И вот интересно, что люди ждут чудо каким-то таким образом, что... Вот интересно, чего она ожидала от Елисея, но только не того, что он ей сказал. Потому что она как бы сказала, Елисею, мне нет ничего вообще, я не знаю, что мне делать, я не знаю. Помоги мне как-то, помолись за меня, как угодно. А он задает, и смотрите, вопрос. Что мне сделать для тебя? Скажи мне, что есть у тебя в доме. То есть, скажи мне, какие возможности у тебя есть. Скажи мне, какая сила у тебя есть. Скажи мне, что вообще у тебя есть. Чем ты можешь послужить Богу? Я вспоминаю, когда читал я в этой книге, вы, наверное, тоже эту историю знаете, когда одна женщина пришла, она нуждалась, ее сын нуждался в исцелении, она пришла к Янгичу, помолись за моего сына. Он спросил, женщина, у нас есть молитвенная гора, где мы молимся за Корею. Как часто ты там бываешь? Ой, я там не бываю, потому что у меня работа. Тогда давай, говорит, так, ты должна месяц ходить и молиться за Корею, забудь о себе, а потом я помолюсь за твоего сына. Через месяц уже не понадобилось, чтобы он молился за ее сын, потому что ее сын сам исцелился, Господь исцелил. Она сделала, что она могла, и Господь сделал чудо. Мы хотим чудо от Бога, не слыша, что Господь говорит, сделай то, что ты можешь. Господь говорит, я не требую от тебя чего-то такого, просто убери свой страх, убери свою лень, убери свое вот это желание, чтобы все делать для Бога или служить Богу в комфортных условиях. и тогда я сделаю чудо. И он говорит, что есть у тебя в доме? И вот это мышление, которое мы должны преодолеть, она говорит, у меня нет в доме ничего. И мы иногда не хотим видеть эту силу, которую Бог надал, возможности. Нет у меня никаких даров, нет у меня никаких талантов, ничего не понимаю. Меня вообще удивляют христиане, которые много-много-много лет в церкви, и они говорят, я не знаю своего треслания. А ты когда-то молился серьезно Богу об этом? Или ты хочешь, чтобы тебе опять кто-то попророчествовал, сказал, о, сестра, я вижу в тебе великий дар, просто супер великий дар, такой-то, такой-то. О, я имею дар. Нет. Бог не будет посылать тебе пророк. Бог не будет кешить твою гордость. Вообще, Бог, знаете, Он всегда ломает нашу гордость. Нам хочется услышать что-то приятное, такое льстивое. Или не хочется. Всем же нам хочется, правда? Ну, такой же приятный Господь. А Господь у нас всегда, вот написано, что не было лести в Его ушах. В этом сила Господа, потому что Он такой искренний, Он такой прямой, Он такой честный. Он всегда говорит тебе прямо. И Елисей говорит, что у тебя в доме есть? У меня ничего нет, кроме сосуда селеем. И как мы сегодня тоже думали, у меня ничего нет, но у тебя есть сосуд селеем, у тебя есть помазание, Дух Святой у тебя внутри есть. У тебя есть сосуд селеем. Разве этого мало? Она не видела то, что у нее есть. Она не видела возможностей. И теперь Господь через Елисея говорит ей, сделай то, что ты можешь. Нет, я хочу просто чудо. Нет, сделай то, что ты можешь. А я ничего не могу, у меня ничего нет. У тебя есть сосуд селеем. Сделай то, что ты можешь. И сказал ей, пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожних набери немало. И пойди, запри дверь за собой и за сыновьями твоими и наливай во все эти сосуды полные, отставляй. И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала своему сыну, подай мне еще сосуд. Он сказал ей, нету более сосудов. И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию, он сказал ей, теперь пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, затем будешь жить с сыновьями твоими. Сделай то, что ты можешь. Видите, опять-таки, как самарянин мог остановиться, так и она где-то остановилась. Может быть, не пошла дальше, может быть, не нашла больше сосудов. Ведь не Бог остановил это масло, а количество сосудов. И мы иногда думаем, где это великое помазание, где это новое вино. Господь говорит, не вливается вино молодое в мехи старых. Наш мех, наш сосуд определяет то, что мы имеем. Хочешь помазания, очищай себя. Будь верным Богу. Сделай, чтобы твой сосуд не протекал. «Ой, я хочу помазание, Господь, где это помазание? Где эта сила?» Господь говорит, «Сила в тебе есть». Помните, как Райкин говорит, мне так нравится Райкин. Говорит, есть сила в твоих словах, но только ты их не знаешь, эти слова за каким ставить. А сила в словах есть. просто научиться еще вот их по правильному строению. Я не точно произвел, но это очень классно сказано, правда? Сила есть в словах. Так же у нас сила есть, но научиться просто ее использовать. Что бывает, мы эту силу не туда с женой поругался, с мужем поругался, детей отлупил. Сила есть. Только не понял, как ее использовать. Так, сила, да, слава Богу, есть. Пнул щенка по дороге, муху убить. Сила есть. И видите, пришло чудо, еще и осталось что-то. Кто-то скажет, я бы хотел жить в еврейские времена. Запомни, из всего Израиля одна вдова поверила. И еще один пункт, скоро будем молиться. «Когда мы делаем то, что мы можем по своим силам, не занижая свои способности, не занижая свои возможности, приходит награда от Бога». Опять-таки, хочу вот эту мысль прочитать. Не занижай свои возможности, не мерой дает Бог дух. мы занижаем, мы ограничиваем. Всегда можно пройти на одну милю больше. Смотрите, даже как Иисус говорит, что нам, конечно, это трудно воспользоваться. Он говорит, если у тебя кто-то просит одну рубашку, дай две. Он говорит, не занижай возможности, а расширяй возможности. тоже хорошая мысль, если кто-то понял. То есть, всегда мы можем сделать, кажется, а Бог говорит, нет, сделай чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше. Лучше расширь возможности, чем ты меньше сделаешь. Да? Да. Кто-нибудь понял? Он говорит, просит у тебя одну рубашку, а тебе дай две. То есть, расширь возможности. Просит у тебя это сделать, а ты сделаешь чуть-чуть больше. Просят помочь, а ты чуть-чуть больше. Итак, посмотрим еще несколько мест из Библии, будем молиться. Значит, это третий наш путь. Когда мы делаем по своим силам, не занижая свои возможности, приходит награда. Евангелие от Матфея 25 глава. И потом еще мы посмотрим параллельное место. 25 глава это место, где притча о талантах с 14 стиха. Ибо он, Иисус, поступит, как человек, который, отправляя чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два таланта, иному один, каждому по его силе. Иисус знает наши возможности. Он не будет нас перегружать. Если он что-то дает тебе, Библия говорит, он дает тебе таланты, возможности по твоей силе. Ты это можешь. Смотрите, одно из испытаний и проверок твоей веры, это когда у тебя кто-то что-то попросил. Я забегая вперед, скажу одну вещь. Бог не допустит, чтобы у тебя попросили больше, чем ты можешь дать. Если у тебя попросили, ты точно можешь это сделать. Точно. Интересное выяснение. Согласитесь. Что если тебе попросили, ты можешь это сделать. И вот когда нас просят, мы стоим всегда перед выбором повиноваться нам Богу или нет. Ведь нас не так часто просят. Не так часто. Представь, если бы тебя с утра до вечера просят, просят, ты бы замучился. Слава Богу, если тебя раз в год попросили. раз в месяц. И то мы находим тысячу причин, чтобы этого не сделать. Вместо того, чтобы найти тысячу причин, чтобы это сделать. Смотрите, почему мы всегда так? Тебя что-то попросили, и ты ищешь себе причины, чтобы это не сделать. Тебя куда-то приглашают прийти там, давай будем молиться. Тысяча причин, чтобы не прийти. А почему не тысяча причин, чтобы прийти? Тысяча причин, чтобы не сделать, не послужить, ограничить свои возможности, сделать, что у тебя на самом деле вообще ничего нет. Вместо того, чтобы найти причины, а Бог дает по силе, когда тебя что-то просят, благодаря за это Бога, хуже, когда тебя не просят. Вот если Бог на тебя, Он видит, что ты, Он сделает, что тебя не будут просить. Это так же, как вот с гостями. Помню, как Залуцкий рассказывал, он говорит, у них была многодетная семья, и с утра до вечера гости, 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 гости. Говорит, его мама так устала, что она однажды помолилась и говорит, Господь, ну почему к нам? Говорит, с этого момента ни одного человека, ни одного. И потом она поняла, что благословение ушло. Она начала молиться. Господь, прости эту глупую молитву. И говорит, она увидела, как ангел стоит возле ее калитки и никого не пускает. Когда она помолилась, Господь ее помиловал, и ангел ушел. И говорит, опять начали приходить люди. И это благословение. И знаете, когда Бог к тебе расположен, Он будет делать, что тебя просят о чем-то. А если Бог на тебя планов не имеет, потому что ты закрылся, вот ты закрываешься, Бог говорит, хорошо, я не буду тебя просить, если тебе тяжело это. Ведь Он же никогда не просит нас делать то, что нам тяжело. Самарянину, нам кажется, это так трудно было привезти на осле, там, в гостиницу. Но Бог дал ему эту благодать, Он это мог. И Господь это не забыл. Мы читаем это в Библии. Так вот, видите, по силам. Теперь Евангелие от Луки, 19 главу, посмотрим. Я хотел бы, чтобы вы запомнили, братья и сестры, если вас о чем-то просят, благодарить за это Бог. 19.17. Евангелие от Луки. Это такая привилегия, когда нас кто-то о чем-то просит. Некоторые люди, они одинокие, потому что их никто ни о чем не просит. Никто ни о чем не просит их. И, возможно, что некоторые бы хотели, чтобы их о чем-то попросили. Потому что, когда тебя о чем-то просят, ты имеешь возможность послужить Богу, получить награду. Вы верите мне? Что это благословение, когда тебя просят? Нам иногда кажется, ну, чтобы только не меня попросили. Нет, и что? Напрягись. Сделай. Найди возможности, найди варианты, как это сделать, если тебя попросили. Теперь 19 глава Евангелия Туки, 17 стих. И сказал, хорошо, добрый раб, за то, что ты был в малом вере, возьми в управление 10 городов. Мы иногда думаем, что вот служить, делать, делать, делать. Какая мне польза от этого? Будет награда. Господь говорит, за то, что ты был верен. За то, что ты использовал свои возможности, свою силу. То, что у тебя есть, оно может быть где-то там пустое, оно может быть где-то бесхозно, оно может быть никому не нужное в запустении. Отдай это для служения Богу. Господь говорит, за то, что ты был верен, возьми в управление 10 городов. О, Бог мыслит большими категориями. Он мне говорит, возьми на тебе 100 долларов за это. Он говорит, 10 городов, представляете, какие масштабы у Бога. Вот какая награда. Поэтому служи по силе, какую дает Бог. Когда ты реально служишь Богу, и награда реальная. Не занижай свои возможности. И Бог тебя благословит.